Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Звезды тишине Другой мальчишка Подпевает мне Чтобы быть творческим человеком, нужно очень хорошо знать свою профессию И готовиться к ней Любить людей, которым выходишь каждый вечер на сцену И чтобы они тебе поверили, что ты их любишь Вот что такое творчество Сколько было спето и рассказано за 60 лет творческой деятельности Сколько было дано концертов и интервью Записано пластинок и дисков Не только в нашей стране, но и на других континентах Людмила Зыкина прожила огромную творческую жизнь Ей приходилось слышать такие дифферамбы Что необходимость искусственно поддерживать статус звезды Она никогда не испытывала Существуют истинно народные звезды Великие звезды, которые не назначались ни обкомами, ни райкомами И их имена будут вписаны золотыми буквами в историю нашего российского искусства И вот Люся, Людмила Георгиевна, она как раз одна из этих натуральных звезд Звезд чистой воды, которые не стразы, не подделка, а именно настоящая звезда В этот вьюжный неласковый вечер Когда снежная мгла вдоль дорог Ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургский Руховый плоток У Людмилы Зыкиной хранятся сотни писем от ее поклонников Часто их писали люди, никогда не видевшие ее вживую на сцене Но слышавшие выступления по радио или в записи по телевидению А те, кому посчастливилось попасть на концерт Людмилы Зыкиной у себя в городе или поселке Долго еще находились под впечатлением от ее голоса Вашим песням, Людмила Георгиевна, неведомы эмоции среднего накала Они всегда на пределе чувств и веселья, и печали Начальник гарнизона подполковник Горевой, 1968 год Мы очень любим ваши песни Вы так тепло их исполняете У нас к вам просьба Если возможно, то пришлите нам пластинку с вашими песнями Будем вам очень благодарны Жители села Баня, Болгария, 1970 год Приезжайте к нам в гости Ваши концерты в Харькове и Киеве – это праздник Как трудно представить Россию без Пушкина, Лермонтова, Некрасова Так немыслима она без Зыкинских песен Зрители из Украины, 1980 год И вот такой постоянный успех Это я вот этот случай мне запомнился на всю жизнь Там мы сыграли вступление И у нее долгая фирма-то такая И когда она спела «Лебеду», там вот этот зал было вообще не узнать Потому что они все были при параде И все, так сказать, там рангов всяких высоких, понимаете Они там кто ногами топал, кто еще То есть успех просто бешеный Там такой взрыв был, понимаете Я никогда в жизни не думала, что я буду артисткой Я очень хотела быть летчицей И стремилась к этому И отец у меня спал и видел меня летчицей Но не артисткой Случайно у меня получилось Это у нас Валя был, муж моей приятельницы И он говорит, ты знаешь, я вот в Пятницком хоре сейчас работаю И там сейчас большой конкурс проходит Ты не хочешь послушаться? Я говорю, ну почему не хочу? Давай И я познакомилась с прекрасным человеком И с композитором, и с художественным руководителем хора имени Пятницкого Это Владимиром Григорьевичем Захаровым И когда Захаров спросил, а какие песни знаешь? Я говорю, все Русские песни знаю все Советские тоже все Какие скажете, такие спою Ну знаешь, уж ты сад, ты мой сад Я говорю, конечно знаю У меня бабушка поет Вот так я и попала в Пятницкий хор Так в 1947 году Людмила Зыкина оказалась среди избранных Из четырех тысяч желающих петь в этом хоре Приняли только четверых Причем из девушек только ее одну Первые шаги в хоре имени Пятницкого И вскоре молодая певица уже имела свой репертуар В первую очередь это были народные песни И Захаров однажды написал частушки И сказал, Зыкина, попробуй попой А я говорю, я же не умею частушки петь Владимир Григорьевич, ну а ты попробуй И вот тогда я стала первый раз петь частушки Частушки очень красивые Они были и о любви, и о жизни, и о встрече Парня с девушкой И как они друг к другу относились С неба звездочка упала С неба голубого При тебе люблю тебя А без тебя другого Вянет, вянет в садочке Лужочек шелковенький Неужели тебя я брошу Глупый, бестолковенький Потом, через несколько лет Я попала в хор-радио И стала работать в хоре В хоре работала прекрасная Художественная руководитель Анна Васильевна Руднева Прекрасная руководитель Она знала столько песен Она знала столько интонаций В народных песнях О которых трудно даже рассказать Но я старалась перенять эти народные все песни Потому что я очень хотела красиво петь И вот я никогда не забуду, как она сказала Люда, если вы научитесь петь хорошо музыкально То будет все прекрасно И вот она научила меня песню петь Соронила колечко С правой руки Забила сердечко О милом дружке Песенные университеты Людмилы Зыкиной начались намного раньше, чем она оказалась сначала в одном, а потом в другом знаменитом коллективе Кто меня научил петь? Научила меня петь бабушка Отец у меня пел, у него прекрасный был бас У мамы такой высокий голос, что я даже не знаю, как его назвать Какой он был высокий Но она знала все песни, какие только можно было знать Потому что любила петь Вечерка мне девице Соловейка прилетал Соловейка прилетал Ко мне, милый мой, пришел У меня никогда не было тяжелого детства Я родилась у мамы с папой одна И они все подчинили мне Так что я никогда в жизни никому не говорила, что мне тяжело петь было или жить тяжело В войну я работала на заводе, так как вся молодежь моя работала на заводе Работала еще в швейной мастерской Вся молодежь черпела, но никто не плакал, никто не рыдал Никто не жаловался, что они голодают А работали по 12 часов 12-летние мальчишки и девчонки Уже в мирное время, став знаменитой певицей Людмила Георгиевна будет не раз приходить и на завод, где трудилась в войну в детстве И в госпиталь имени Вишневского, в котором помогала маме ухаживать за ранеными Жди меня, и я вернусь Только очень жди Жди, когда наводят грусть Желтые дожди Жди, когда снега метут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут Позабыв вчера Жди, когда из дальних мест Писем не придет Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет Тема войны всегда была близка сердцу Людмилы Зыкиной С годами Людмила Георгиевна собрала коллекцию военных сувениров Она бережно хранит памятные медали городов-героев, миниатюрные копии памятников и обелисков, но особенно дорогие ей письма ветеранов Поклонимся великим тем годам Тем славным командирам и бойцам И маршалам страны и рядовым Поклонимся и мертвым и живым Всем тем, которых забывать нельзя Поклонимся 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 Началом пути солистки можно считать 1957 год, когда Людмила Зыкина стала дипломантом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве Через год она уже в составе артистов Москонцерта приветствовала арктическую экспедицию Спустя несколько лет на концерте в колонном зале Дома Союзов на приглашение зрителей побывать с гастролями на Шпицбергене, на Камчатке или в Магадане певица с улыбкой ответит Уже была С подружкой за душевную гуляли по полям Черемуху дареную делили пополам Черемуха дареная Пришлась по сердцу нам Мы платьями меняли Со всю пыло На двоих Шутили Насмеяли Со секретов Никаких Черемуха дареная Достала Голос ее разливался над бесконечными просторами огромного Советского Союза и наконец в 1964 году достиг Европы Впервые Людмила Зыкина оказалась в Париже в составе артистов эстрады московского мюзик-холла Но уже первое появление певицы не осталось незамеченным французской прессы Газета «Либерасьон», «Фигаро», «Юманите» и другие в один голос восхищались ее самобытностью В знаменитом зале «Олимпия» к Зыкиной дважды придет грандиозный успех Она покорит Парижан в 1971 году своим сольным выступлением Но уже в первый приезд после концерта они и говорили с восхищением Марсель Марсо Марис Торрес, Шарль Азнавур, Пьер Карден и многие другие деятели политики и искусства После успеха «За границей» Зыкино начинают приглашать на радио и на прямые эфиры огоньков на телевидении Ты встаешь, как из тумана, раздвигая грудью рожь Ты ему навстречу, Анна, белым лебедем плывешь Мягких трав великолепие тишина у той тропы Но глухой разрыв у степи поднял землю на дыбы Уходят эшелоны, и ты глядишь им вслед Рязанская Мадонна, солдатка в 20 лет Рязанская Мадонна, солдатка в 20 лет Ее голос я услышала по радио Естественно, голос у нее замечательный, блестящий, можно сказать, тембр, неповторимый Главный репертуар тогда, вот она уже начала, звезда ее восходила, она стала солисткой И тогда я ее услышала, на побывку едет, знаменитая песня И получилось так, что я попала в Москву Увидела ее впервые вживую Услышала, она тогда пела под аккомпанемент гитары и балалайки Рожков меня и в ней аккомпандировали Радость была в душе, потому что появилась новая звезда Звезда появилась современная певица, неведомая Которая, от которой звучала совершенно другая какая-то нота Другая аура от нее шла Отчего у нас в поселке у девчат переполох Но их поднял глаза ранок, но их так встревожить мог На побывку едет молодой моряк В грудь его в медалях лентовая коряк Авторская песня в ее исполнении Она становилась и становится подлинно народной Ведь взять такие песни знаменитые, как на побывку едет молодой моряк Если бы, очевидно, это исполнила какая-то другая певица Она бы прошла мимо уха и не запомнилась бы Зарикой над Касогором встали девушки и бурьбой Здравствуй все, сказали хором, черноморский наш герой Каждую руку жмет он и глядит в глаза Одна смеется, целовать нельзя Ведь она же, собственно говоря, все эти авторские произведения Авторские песни, которым она придавала звучание народной песни Она ведь их не пела, она ведь их проживала Она их играла и преподносила слушателю и зрителю так Как будто это какой-то небольшой кусочек Ее собственной жизни Полегоньку отдыхает у родителей в дому Хором девушки вздыхают, мы не нравимся ему Ни при чем наряды, ни при чем фасон Ни в одну девчонку не влюбился он После удачных выступлений во Франции Только в Париже Зыкина дала 60 концертов за 50 дней Ее стали приглашать различные зарубежные импресарио Так в 64-м году певица впервые отправляется в тур По Соединенным Штатам Америки Гастроли начались такие серьезные Канада, Америка И Сол Юрок, это великий импресарио Который с нашим госконцертом сотрудничал Он посоветовал Людмиле Георгиевне иметь всегда свой ансамбль Зыкина создала свой концертный ансамбль А также ездила на гастроли с оркестром народных инструментов имени Осипова И с другими музыкантами Причем часто для поездок за границу сама отбирала кадры Ей ничего не стоило отстоять нужную кандидатуру В кабинете у министра культуры Екатерины Фурцевой Они были очень дружны И неугодные советскому руководству музыканты Благодаря Зыкиной все же оказывались на концертах за границей Я не знаю, что такое слабость Я не знаю, что такое рыдать Я не знаю, что такое плакать Я не знаю, что такое тяжело Все надо преодолевать Тогда все будет хорошо Будь смелым, будь храбрым, жестоко в бою За русскую землю сражайся И помни потом про невесту свою С победою к ней возвращайся В характере ее непростой у Людмила Георгиевны нет Вот отнюдь, она у нас девушка очень такая активная, очень волевая, настойчивая, требовательная И как раз люди вообще там бегали взад и вперед во время ее выступления Будь здоров как И так и надо Она имеет на это право Даже если ей не по делу Все равно, знаете, есть люди, которым что-то позволяется Как говорит пословица, что можно ее пить, а то нельзя быку Ну, ей многое позволяется Лилицы, румяницы вы мои Сокатитесь, собила лица долой Сокатитесь, собила лица долой Едет, едет мой ревнивый муж домой Ой, лилей, эх, лешенький лиля Едет, едет мой ревнивый муж домой Он везет, везет подарок дорогой Ой, лилей, ой, лилей, эх, лешенький лиля Он везет, везет подарок дорогой Плетеную шелковую батаку Ой, лилей, эх, лешенький лиля Русская песня отражает и жизнь человека, и труд его И самое главное, взгляд на жизнь Вот что такое народная песня Потому что в народной песне можно сказать все И о любви, и о труде, и о работе Обо всем можно сказать Что я и стараюсь делать В свое время, когда каждый, может быть, день А иногда и несколько раз в день Мы слышали ваш голос Мы слышали ваши замечательные сердечные песни И называли вас в народе Мать Родина Так вот, просто так народ не скажет Просто так он не разбрасывается вот такими фразами Да, вы олицетворяли тогда нашу Родину Наш народ, его сердечность, его талантливость И самое главное, чтобы вы всегда оставались Очень добрым человеком по отношению к тем людям Которые оказывали вам уважение Вы отвечали тем же Я вас очень прошу, чтобы вы были у моей дочурки Крестной матерью, а мне кумой Я рабочая, работаю на путях Живу не очень хорошо Как вижу вас по телевизору Не могу налюбоваться Счастливая вы, Людмила Георгиевна Уральская область, Хохлачева Грампластинки с русскими народными песнями В вашем исполнении получил Сердечно благодарю Пенсионер Куприянов, Челябинск Спасибо вам, дорогая Людмила Георгиевна Преклоняемся перед вами Перед вашим редким даром Голосом, расцвеченным всеми красками родной земли Семья Маковых, Москва А иногда Зыкины писали письма Похожие на правительственные телеграммы Столица СССР, Москва Центральное телевидение Известнейшая певица Людмила Зыкиной Песни ваши бесценны Удивительная Людмила Зыкина Посвящаю вам свою песню Кувшинов, Волгоград И когда я приехала в Москву Приехала в Москву и привезла в Москву свою маму То мы ждали концертов всех Зыкиной И по радио, и по телевидению Мама моя была деревенская простая женщина И она не понимала, что такое телевизионная сетка И если концерт был назначен, скажем, на 7 часов вечера То она садилась в 6 часов вечера И я ей говорила, мама, еще целый час до начала концерта Людмила Берман Да что ты, дочка, а вдруг пораньше начнут? Пишет вам ученица 6 класса Марина Я и моя пятилетняя сестренка Галя Очень любим вас и любим ваши песни Не пропускаем ни одного вашего концерта Исполните нашу любимую песню Течет Волга Семья Соловьевых, город Пенза Издалека долго Течет река Волга Течет река Волга Конца и края нет Среди хлебов спелых Среди снегов белых Течет моя Волга А мне 17 лет А мне 17 лет А мне 17 лет Я всегда, когда возникает имя Зыкина, я всегда вспоминаю ту песню Течет Волга Замечательными словами Замечательной музыкой У нее за каждым словом И речка встает, и журавли летят, и поля цветут И ты их видишь Ты, я имею ввиду зрителя Слушателя Вот это самое главное Это и есть счастье Счастье потому, что Не каждому это дается А кому дано Тот отдает другим Признание за рубежом началось с первых выступлений И начиная с 60-х годов Франция, Америка, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Вьетнам, Китай, Великобритания Где только не побывала на гастролях Людмила Зыкина И везде необыкновенный прием публики По предложению самой певицы Она обязательно пела несколько песен на языке той страны, в которую приезжала Репетировала по пластинкам, ведь языки учить было некогда Зато публика реагировала моментально Как о ней только не писали журналисты Вагнеровского типа женщина с большим диапазоном Ее голос не нуждается в микрофоне Госпожа Зыкина великанша и сердце у нее огромное Эти последние слова принадлежат японским поклонникам В 1974 году она впервые приехала в Японию Уже после первых концертов Зрители без ошибки называли ее имя По всей стране были организованы фан-клубы певицы А местные музыканты стали просить о мастер-классе И даже организовали хор имени Зыкиной Такой помягче, чтобы вот это вот было Три, четыре, тональности Отлично, молодцы! Затем был фурор в Соединенных Штатах Америки Там в начале 70-х оказались и музыканты группы Битлз Они слышали про знаменитую русскую певицу И мечтали выступить вместе с ней Но Людмиле Зыкиной пора было возвращаться Ее ждала своя страна Урал, Поволжье, Кубанские степи Тогда, в 70-х, она давала более 170 концертов в год География гастролей Это весь тогдашний Советский Союз От, так сказать, западных границ до Дальнего Востока И Людмила Георгиевна всегда, в любых условиях Она была на сцене великолепна Она всегда была, она всегда для нас была примером То есть и есть, естественно Потому что в любых условиях, там, тяжелых Например, концерты для нашей группы войск в Афганистане Там были очень тяжелые условия И даже там, когда на сцене Людмила Георгиевна была всегда Как все королева русской песни Не пробуждай воспоминания Минувших дней Минувших дней Не возродить Былых желаний В душе моей В душе моей Я благодарна Людмила Георгиевна за ту науку Которую она оставила для нас Для наших будущих молодых исполнителей Вот, то, что она, так сказать, записала очень много на радио И это все осталось Она вот, друженица великая В конце 60-х годов За рекордное количество выпущенных пластинок с песнями Людмила Зыкина была удостоена приза «Медем» в Каннах И с золотого диска звукозаписывающей компании «Ореола Евродиск» Ферга Она все успевала И помогать тем, кто в ней нуждался И участвовать в общественной жизни И концерты давать Ты рядом, и все прекрасно И дождь, и холодный ветер Спасибо тебе, мой ясный За то, что ты есть на свете Единственный мой спасибо За то, что ты есть на свете Это я за вас пламя года Спасибо, ребята Я соскучилась по вас И вот сейчас говорю А у самой в голове совсем другое Короче говоря, желание с вами работать У Людмилы Зыкиной творческих забот не убавляется Ее жизнь Это репетиции с ансамблем России Ученики и мечта Как можно дольше петь для своих слушателей Все очень хорошо Только когда поешь Отчего, отчего, отчего нехорошо Все по-разному надо спеть А ты поешь так Отчего, отчего, понимаешь? Отчего, отчего? Спроси Ты извини меня Но лучше я сразу скажу Полегче пой Не надо Вдоль по улице Не обижаешься? Да что вы, вы же Зыкина Да Я ни о чем не жалею Потому что в моей жизни Все было О чем жалеть? Конечно, я жалею только об одном Что я только сейчас Вот в эти годы Узнала, что такое любовь И очень счастлива Что меня судьба не обделила И у меня есть очень хороший доктор Он меня однажды Чуть ли не спас Я знаю, что он меня обязательно вылечит И я еще не раз выйду на сцену Счастья мне хочется пожелать Всем-всем Потому что счастье бывает однажды Его много не бывает И хочется сказать Чтобы это счастье Вас не обходило и не отделило А было у всех на душе И у всех дома Женщины вечно добры и нежны Как же мужчины беречь их должны В селах Рязанщины В селах Смоленщины Слово «люблю» Непривычно для женщины Там бесконечный верно любя Женщина скажет Женщина скажет Женщина скажет Жалей у тебя Женщина скажет Женщина скажет Женщина скажет, жалею тебя.